МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главном. В ДТП на Тимиртаусской трассе погибла мать героини. Аким области Нурмухамбет Абдебеков оценил ход строительства в поселке Кукпекты. Дари детям добро! По таким девизам в Караганде проходит акция «Дорога в школу». 14 единиц техники и почти 60 человек личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области боролись с огнем на улице Балхашской. Горели деревянные конструкции дома номер 5. Сразу приступить к тушению пожара оказалось невозможным, так как объект сложно было обесточить. В квартиры вели многочисленные линии электропередач. Из-за различных пристроек дом имеет сложную геометрическую форму, многоскатную крышу, что осложняло работу пожарных. Кроме того, пожарный гидрант, основной источник воды, был расположен в полутора километрах от очага возгорания. В 15.25 поступило сообщение о пожаре, в 17.41 он был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожарные предотвратили угрозу распространения огня на соседние здания. Причиной пожара, по версии дознавателей и специалистов испытательной пожарной лаборатории, стало аварийным режимом электросети. То есть это короткое замыкание электропроводки, протянутой от уличной опоры в квартиру через чердачное помещение. 11 августа на трассе «Схоз» в Тимиртау произошла страшная авария. В центральную больницу города Тимиртау было доставлено более 20 человек. Погибла женщина, мать-героиня, воспитывавшая шестерых детей. Многие жители поселков учатся и работают в Тимиртау. Раньше в «Схоз» ходили семь больших автобусов. Потом число рейсов сократили, но маршрут продолжал обслуживать большой автобус. После того, как тендер выиграло другое предприятие, на маршрут дали маленький «Шаолинь», который всегда переполнен. После аварии водители проезжавших машин начали останавливаться. Отзывчивые люди без всяких просьб забирали пострадавших людей и увозили в больницу. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Доставлено всего было к нам 21 человек пострадавший. Из них 6 человек были госпитализированы в наш стационар. Двое детей в младенческом возрасте были осмотрены и переведены на лечение в город Караганду, в клинику Макожаново и областную детскую больницу. Значит, двое из 6 получили тяжелые травмы. Это водитель 70-го года рождения. У него произошел отрыв левой и нижней конечности выше коленного сустава. И мы произведем операцию по экстренным показаниям ампутации конечности. По словам жителей поселка, водитель автобуса два месяца работал без сменщика и часто засыпал за рулем. Не раз из-за этого с ним ругались пассажиры. Но в этот раз трагедии избежать не удалось. Пострадавшие считают, что водитель пассажирского автобуса «Шаолинь», двигаясь в сторону Тимиртау, отвлекся или же уснул за рулем. Потому и выехал на полосу встречного движения. Так это или нет, в этом разбирается полиция. Помню, что как вот ехали в автобусе, дети на руках были. Старшая у нас на ногах лежала, а младшая ее держала. Я вот на нее посмотрел, потом так поднял глаза на дорогу, посмотрел, и увидел такой вот синий капот от машины, что и удар, и все завертелось, пыль это все. Навстречу ехал КамАЗ, груженный мешками с цементом. Из-за столкновения КамАЗ опрокинулся в кювет. Пассажирский автобус на большой скорости съехал с дороги и проехал еще приблизительно 300 метров. С водителем не все были довольны. Говорили, что он часто за рулем химарил, можно так сказать. Даже вот на днях буквально ребята его останавливали. Многие вышли с автобуса, говорят, мы дальше не поедем, потому что ты засыпаешь за рулем. Такая ситуация была. Ирина Герасимова работала поваром в Тимиртау. В тот день она ехала в город за зарплатой. У нее было много планов. Детей нужно было деть к первому сентябрю. Дома доделать ремонт. Семье Герасимовых сейчас очень трудно. Они потеряли самого родного и близкого человека. Буквально в это лето начал ремонт заниматься дома. У нас дела вроде бы пошли в гору. До этого я не скажу, что мы. Это вот моя жена, это моя вторая половина. Мы с ней прожили очень много. Я вот честно вам скажу, вот были такие моменты в нашей жизни. Когда мы утром вставали, у нас даже денег на хлеб не было. Мы это пережили. Мы это пережили. Мы пережили это вместе. И теперь у меня вот этого второго половины нет. Честно. Мне тяжело. Около трех лет назад они всей семьей переехали в поселок Андрейниковка из города Тимиртау. Они всегда мечтали о своем доме, о своем хозяйстве. Но все рухнуло в один миг. Неосторожность водителя погубила все мечты счастливой семьи. И лишь эта сноха моя, не знаю, такая юная еще, ушла из жизни. Столько детишек оставила. Она мать-героиня. Вот медаль ей за шестеро детишек дали. Всегда приветливая. Приедешь, она сразу и на стол, и все. Никогда, вот клянусь, никогда мы с ней не ссорились, не ругались. Такая женщина золотая. Вот почему Господь забирает самых лучших. Для каждого ребенка самое святое – это мама. Старшей дочке 17 лет. Младшей – 8. Шесть еще совсем маленьких деток остались без мамы. Теперь о них заботиться придется отцу и бабушкам. Лариса Хусейнова, Эден Жакан, Бахтиар Распанов, Первый Карагандинский. Журналистика – профессия опасная. В нашем городе нашлись родственники пропавшего Андрея Стенина, который вел фоторепортаж на Восточной Украине. Родные российского журналиста просят о скорейшем освобождении их племянника. О пропаже российского журналиста родственники Андрея узнали лишь 5 августа, благодаря средствам массовой информации. Андрей Стенин – опытный военный фотокорреспондент. За все время работы он побывал во многих горячих точках планеты. В последнее время Андрей работал на Украине, но с 5 августа он перестал выходить на связь с агентством. Близкие для Андрея люди не остались в стороне. Они всеми силами пытаются помочь родному человеку. Он работал в Чечне, он работал в Иране, он боевой офицер, бывший. Он очень хорошо себя проявил во всех отношениях. Вся семья Андрея – военнослужащие. Его дедушка с 1941 года и до конца Великой Отечественной войны был в строю, получил множество боевых наград. У Стениных семейная традиция – быть военным. Пока неизвестно, где именно находится их племянник. Фотокорреспондент «Россия сегодня». Родственники просят Киев отпустить своего племянника. Ануар Сидрахима, Денжакам, Бахтиар Успанов, Первый Караганинский. Придемте на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галдек» 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» морозостойкий, надежный, прочный. Аким области Нурмухамбет Абдибеков побывал в селе Кукпикте. Глава области осмотрел строящиеся дома и встретился с жителями поселка. Строительство жилья и социальная поддержка жителей Кукпикте, пострадавших от наводнения, находится на постоянном контроле руководства Карагандинской области. Нурмухамбет Абдибеков заслушал доклад о проделанных строительных работах первого заместителя Акима области Асалбека Дусибаева. Строительство идет полным ходом. Количество рабочих было увеличено почти в четыре раза. По желанию жителей были пересогласованы некоторые проекты стройки. Есть отставания тех графиков, которые позволяли нас вывести на 1 сентября создачи объектов. И тогда совместно с ним были приняты решения о том, что идти вплоть до того, что тот, кто не может эти работы выполнить, заменять подрядчиков. К сожалению, такие случаи у нас были. Но, с другой стороны, это может подстегнуло других наших субподрядчиков. Влияние стихии и человеческого фактора надо свести на нет. Так считает Аким области Нурмухамбет Абдибеков. Хочется сказать, слава Богу, благодаря политике главы государства, у нас мир, стабильность и вот такое наше единство, оно позволяет принимать эти решения и решать вот такие вопросы. Вместе со строителями работают и сами будущие жильцы. Всем хочется иметь крышу над головой. Правда, выделенных денег на все не хватает. Да, на ремонт не хватает, потому что все покупаем, вот окна поставили, вот это, на полы, на это, все. Проблем хватает всем. Каждый житель по-своему воспринимает помощь. Им сложно оценить будущую картину, но их мнение всегда принимается во внимание. Нигде такого в мире нет, чтобы государство строило частные дома. Это делают страховые компании, выплачивают компенсацию, а там уже кто, как хочется строить. Но благодаря руководству, благодаря руководству Казахстана о людях позаботились. И многие люди там недовольны, что печка не та, или еще не то, или полы ДСП. Это неправильно. Аким области побывал в гостях у жителей в их отстроенных домах. Правда, там еще нет мебели. Благодарю государство наше, которое не оставило нас в виде, жителей Караганинской области, всего Казахстана, а также ребят, которые строили наш дом. Ребята строили добросовестно, хорошо отнеслись ко всему, никогда не бездельничали. Уже 15 августа в эксплуатацию будут заданы 5 домов. К 20 августа 18 домов и к 25 августа 26 домов. Для проведения восстановительных работ в установленные сроки были использованы все силы и резервы, имеющиеся в регионе. В результате принятых мер решены все финансовые вопросы. В восстановлении участвуют 10 подрядных организаций. Строительство идет согласно улучшенному архитектурно-строительному решению. Лариса Хусейнова, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Уже не единожды возникают спорные вопросы между налоговиками и предпринимателями. Последние обеспокоены двойным налоговложением своей деятельности. Участились случаи обращений со стороны предпринимателей в адрес ассоциации по спорным вопросам. Государство уделяет пристальное внимание развитию малого и среднего бизнеса. Казахстану нужен сильный средний класс. Однако при введении своего дела у многих предпринимателей возникают спорные вопросы с налоговыми органами. Неоднократно имело место двойного налогообложения одного и того же объекта, когда недвижимое имущество, к примеру, квартира или дом, является деловой собственностью супругов или же родственников. Тут возникает вопрос, как можно квартиру приравнять к коммерческому объекту. Налоговые органы непосредственно указывают на то, что если вы зарегистрированы, как индивидуальные предприниматели по домашнему адресу, то обязаны оплачивать за свое жилье, как за коммерческий объект. То есть должно облагаться имущественным и земельным налогом, как уже предприниматели должны оплачивать в трехкратном размере. Большинство индивидуальных предпринимателей при государственной регистрации своей деятельности в налоговом управлении вынуждены в качестве юридического адреса предоставить место своей регистрации. Следовательно, юридический адрес не может быть использован в коммерческих целях. Это и разъяснили специалисты владельцам объектов малого и среднего бизнеса. Согласно налоговым кодексу есть такая норма срок исковой давности. То есть они могут применить за пять лет, то есть обратно, в прошедшее время, то есть применить и с вас заискать непосредственно эти налоги, пеню, штрафы, недоингу, то, что вы не своевременно платили. Предприниматели не имеют возможности ответить на уведомления, так как налоговое управление отказывает в приеме заявлений об отсутствии налогоблагаемой базы. Что у нас, ну, на квартиру мы оформили, а предпринимательской деятельности там никакой нет. Мы там прописаны, все живем. А они нет, даже объяснительно не принимают. Сколько у вас налоговое управление? Выставляют они действительно, нам выставили за пять лет. За пять лет? За пять лет нам уже начислили. Сказали, вот эту сумму надо платить. В случае, если предприниматель не отвечает на обращение налоговых органов, он обязан оплатить штраф в размере 15 МРП или же произвести оплату налога на имущество. Предприниматели, которые столкнулись с той или иной проблемой, могут обратиться в палату предпринимателей Карагандинской области и получить нужную информацию. Широкомасштабная республиканская благотворительная акция «Дорога в школу» вовлекла в сферу своей деятельности не только банки и бизнес города. На призыв «Дари детям добро» откликнулись депутаты городского маслехата. В 27-й средней школе собрались спонсоры, решившие поддержать благородную миссию акции «Дорога в школу». И, конечно, дети, ради которых все и происходит. Депутаты городского маслехата постоянно помогают школьникам из социально незащищенных семей. Вот и сегодня они адресно будут вручать ранцы с канцелярскими и прочими принадлежностями, столь необходимые в процессе учебы. В прошлом году, например, более 12 миллионов, позапрошлом году 10,5 миллионов деньги получают разные подарки от наших меценатов. Это крупные банки, это предприятия, организации, это наши депутаты городского маслехата. Акция «Дорога в школу» – это не только подарки. Проводятся регулярные рейды, в ходе которых выявляются дети, не посещающие школу по социальным причинам и им обеспечивают дальнейшее образование. В прошлом году была оказана помощь более чем 3,5 тысячи детей. Если в нашем обществе каждый человек, каждый гражданин, который сможет хоть один ранец купить и помочь детям, в нашем обществе не было бы таких детей, которые не пойдут, не готовы к первому сентября. Мы растим будущее Казахстана. Вот от этих ребятишек мы ждем только прорывных проектов. Поэтому они должны быть уверены, что государство, а это мы с вами, никогда не оставит их один на один с бедой. Эти дети должны быть уверены в завтрашнем дне. Представители банков, малого бизнеса, попечительского совета, депутатского корпуса передавали не просто подарки школьникам. Они передавали им веру в будущее и веру в то, что они нужны стране. «Только в этом году вручали подарки, но я все равно рад, что мне вручили подарок такой, что я подготовился к такой школе. И думаю, что продержусь хорошистом, не стану троечником». «Молодец!» В рамках акции во всех организациях образования проводятся благотворительные марафоны по вручению школьных подарков в преддверии нового учебного года. Организована бесперебойная работа горячих линий, телефонов доверия, общественных приемных для оперативного реагирования на обращение граждан. И все это для того, чтобы маленькие граждане Казахстана смогли сказать. «Хочу поблагодарить спонсоров за такие хорошие подарки к школе. Я хочу поблагодарить их от всей души за то, что они нам сделали такие подарки к школе. Учиться ты как будешь?» «Отлично!» А еще Карина добавила, правда, шепотом, на одни пятерки. Детская вера в добро перерастет со временем в гражданскую позицию. Из этих ребят вырастут настоящие патриоты Казахстана. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Акционерное общество «Казахтелеком» в рамках программы по внедрению казахского языка устроило конкурс казахских песен под названием «Звезды телекома». Поразить талантом своего живого голоса пытался каждый из участников. Целью данного конкурса является поддержка казахского языка. Уже 20 лет «Казахтелеком» является лидером в своей сфере. Акционерное общество не только внедряет инновационные технологии, но и помогает раскрыться молодым талантам. Тому свидетельствовал конкурс «Звезд телекома». Продемонстрировать свой талант окружающим собрались певцы со всех регионов Казахстана. Сегодня у нас проводится в Караганде конкурс «Телеком Желдоздаре», который проводится по региону центрального Казахстана и северного Казахстана филиалов. Ранее мы провели с начала года два региональных конкурса, который прошел по филиалам юго-восточного региона и западного региона. Участниками конкурса являются сотрудники «Казахтелекома». Соревнования проводятся в третий раз. Состязание выпало на юбилейную для «Казахтелекома» дату – его 20-летию. Вниманию жюри были представлены народные и современные казахские песни. Музыкальное первенство в очередной раз доказало, что сотрудники «Казахтелекома» не только профессионалы своего дела, но и талантливые личности. Ануар Сидрахим, Молжазгапасов, Бахтиар Успанов, Первый, Караганинский. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, Аман Сауболгитар. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры предоставил DimaTorzok